Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Новостройки особой социальной значимости. В Самаре завершено строительство первого корпуса школы на пятой просеке. Началось возведение второго. Более 180 административных протоколов за нарушение рекомендации Роспотребнадзора. В Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. Научный прорыв в диагностике слуха. Самарские ученые разработали уникальную систему виртуальной реальности для слабослышащих людей. Новостройки особой социальной значимости. В Самаре завершили строительство первого корпуса школы на пятой просеке. Началось возведение второго. На площадке, где идут работы, побывала глава города Елена Лапушкина. По ее словам, такие объекты создаются там, где они особенно востребованы. Также в Октябрьском районе строится современный детский сад на 112 мест. В каком состоянии стройплощадки сегодня увидел Олег Зверев. Первый корпус школы на пятой просеке полностью готов, а на смежной площадке снова идут строительные работы. Началось возведение второго корпуса. До конца года подрядчик должен полностью завершить строительство и благоустроить прилегающую территорию. Как идут работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Оба здания возводятся по национальному проекту образования по просьбе жителей микрорайона. Строительство под особым контролем губернатора. В Самаре подобный комплекс будет первым. Это будет одна из самых современных школ в городе. С учетом уже ввода в эксплуатацию первого корпуса на 600 мест, который находится в непосредственной близости от строящегося объекта. Еще инновационность данного корпуса – это один из немногих школьных корпусов, в котором будет встроенный детский сад на 75 мест. Со своей отдельной прогулочной зоной, с отдельным входом для детишек и для родителей. Сейчас идут строительно-монтажные работы подвального помещения, в частности устройство фундаментных плит, установка монолитных стен, гидроизоляция. Школа находится на склоне у набережной. Из-за припадов рельефа местности на территории выполняются работы по устройству монолитных подпорных стен. Еще один важный для города объект – детский сад по нацпроекту демографии на улице Подшипниковой, 27. В Октябрьском районе – самая длинная очередь в дошкольные учреждения. И это здание, рассчитанное на 112 мест, ждут многие молодые семьи. Строительство началось в ноябре прошлого года. На месте, где раньше уже был детский сад, подрядная организация демонтировала старые развалины, провела земляные работы, началось устройство фундамента. Сегодня проекты самарских новостроек и школ, и детских садов реализуются по самым современным технологическим решениям. Основное требование нашего времени – использование новых материалов, использование новых технологий. И, конечно, дизайн школ, и внешний, и внутренний, он совсем отличается от того, что было раньше. Школа будет выполнена в той же концепции на пятой просеке, что и первый курсус, чтобы это смотрелось как единый учебный кластер. Здесь тоже будет достаточно интересный проект. Детки будут сюда ходить с огромным удовольствием. Согласно проекту, в детском саду на улице Подшипниковой будет ясельная группа, три основных и две планируются оборудовать для детей с ограниченными возможностями здоровья. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Большие возможности для масштабных преобразований. Национальные проекты открывают новые перспективы для развития регионов. Сегодня в городской администрации подвели итоги их реализации за 2020 год. Благодаря федеральной и областной поддержке удалось многое сделать. Олег Зверев ознакомился с цифрами и фактами. 100 кабинетов в 50 школах города. Точки роста. Целевая модель цифровой образовательной среды внедряется в учреждениях города. Национальный проект образования открывает большие возможности перед школьниками. Сегодня об итогах реализации говорили на совещании в Самарской мэрии. По большей части национальных проектов город достиг плановых показателей. Все больше школьников получает возможность посещать кружки и секции в рамках дополнительного образования. Для детей дошкольного возраста создаются ясельные группы. На ремонтные работы направлено 74 миллиона рублей. На закупку оборудования 50 миллионов. Дополнительно было создано 2061 ясельное место, 1459 мест в результате проведения ремонтных работ и оснащения ясельных групп, 52 группы в 47 садах, и 602 места путем перепрофилирования уже имеющихся групп. В школах искусств обновляются музыкальные инструменты. Новенькие виолончели, флейты, гитары и фортепиано поступили в четыре муниципальных учебных заведения. Закуплены новые экземпляры учебной и нотной литературы. В школе имени Дмитрия Кабалевского запланирован капитальный ремонт. По выполнению городской составляющей по национальному проекту «Культура» по этой же школе у нас в прошлом году был разработан проект капитального ремонта школы имени Кабалевского. Заявку мы сдаем в Министерстве культуры в этом году с пониманием того, что есть возможность получения денежных средств из федерального бюджета в 2022 году. Поддержку получают и муниципальные учреждения культуры. В этом году они выиграли гранты в общей сложности на рекордную сумму в 22 миллиона рублей. Грантовую помощь российского правительства получили духовой оркестр на проведение фестиваля и театр «Самарская площадь» на постановку спектакля. Департамент культуры и молодежной политики является локомотивом волонтерского движения. В непростой год пандемии они смогли прийти на помощь тысячам пенсионеров. Все больше молодых людей начинают заниматься спортом. Если изначально предполагалось, что этот показатель в 2020 году будет чуть больше 80%, реально оказалось 89%. А вот старшие поколения пока в отстающих. Их занятость физической культуры оценивается на уровне 40%. Эту ситуацию призван выровнять федеральный проект «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография», в рамках которого в «Самаре» открываются новые спорт-объекты и ремонтируются существующие. Наш самый главный проект в прошлый год – фехтование центра, который мы отремонтировали. Соответственно, средства нашего местного бюджета составили 2,4 миллиона рублей по этому году. Тут было софинансирование. И также были потрачены средства на авторский надзор, строй, контроль. Активно реализуются и другие национальные проекты. Экология, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги. По каждому из них есть соответствующие городские программы. А с этого года начинается еще один масштабный федеральный проект – «Десятилетие детства». Там очень много интересных мероприятий. На сегодняшний момент нам уже направили. Мы должны в муниципалитете также принять, в общем-то, план реализации вот этого большого плана. Там он касается разных направлений деятельности, и медицины, и образования, и органов реформирования, органов опеки. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Самарская область оказалась в центре внимания из-за страшной аварии, которая произошла на трассе М5 «Урал-Под Сызренью». Трагедия случилась в минувшую пятницу. Участниками ДТП стали многотонная фура, рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль. Результат – 12 унесенных жизней, включая водителя пассажирского автобуса. Еще 11 участников ДТП в тяжелом состоянии находятся в реанимации, в том числе полугодовалый мальчик. Водитель 1989 года рождения, управляя грузовым автомобилем «ДАВ», двигался со стороны Ульяновской области в направлении города Сызрань. В пути следования водитель допустил занос грузового автомобиля и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «Ситроен» под управлением мужчины 1983 года рождения. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В субботу 30 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым почтили память погибших, возложив цветы на месте ДТП. 31 января в Самарской области был объявлен днем траура по погибшим и пострадавшим по Цызранью. Решением двух губернаторов семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм. Более 180 протоколов выписали в отношении самарцев, которые отказывались надевать маски в общественном транспорте и пренебрегали рекомендациями регионального Роспотребнадзора. Административные акты направили в суд и по некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры. Рейды по соблюдению масочного режима на транспорте проводятся ежедневно. В одном из них побывала Гульфия Сафина. Нововокзальное Московское шоссе. Отсюда можно уехать на любом наземном транспорте в любой конец Самары. Трафик высокий всегда, а в утренние часы пик число пассажиров достигает своего максимума. Риск инфицирования увеличивается, поэтому носить маски особенно важно. Вы забыли маску надеть? Не успели? Да, по телефону говорила. Говорила по телефону. Для вируса не аргумент. Чтобы укрепиться в организме, ему достаточно одного вдоха рядом с носителем. Поэтому надевать маску необходимо еще до входа в салон, подчеркивают специалисты. Противников рекомендации регионального Роспотребнадзора могут высадить на ближайшие остановки, а то и вовсе не пустить в салон. С начала сентября прошлого года в наземном транспорте по своей вине не смогли продолжить поездку 1438 пассажиров. А к турнике этом метро не пропустили 10 238 человек. Если такое иногда случается, мы выявляем пассажира, который отказывается эту маску носить. У нас помощь сотрудники полиции. Мы предлагаем выйти из общественного транспорта и прямо на остановке, никуда далеко не уходя, в отношении такого нарушителя вставляется административный протокол. Есть реально оштрафованные, есть те, которым суд с чего возможным ограничится предупреждением. Поэтому эта система работает и нарушители, они реальное наказание несут. Без маски едете почему? Сейчас выхожу уже к следующей остановке. Но вы же ехали долго без маски. Одну остановку. Даже одна остановка без маски – нарушение. В режиме ограничений Самарская область живет уже 9 месяцев. С начала октября к рейдовым бригадам, проверяющим общественный транспорт, присоединились и полицейские. За это время на горожан, не желающих носить маски, выписали 181 протокол. Материалы рассматривает суд. На некоторых самарцев уже наложены штрафы до 30 тысяч рублей. Если среди нарушителей водители или кондукторы, то наказывает рублем само предприятие. Мы разбираем вот эти все частные случаи. И это показательно для всех сотрудников. То есть они, друг подружки узнают, что кого-то наказали действительно, что действуют вот эти вот правила. И наказание за то, что они снимают эти маски. И это как пример. Все стали больше, скажем так, опасаться. И все же задача рейда вовсе не в том, чтобы запугать штрафами, рассказывают специалисты. Маски спасают. Вот что важно знать. На сегодняшний день коэффициент заражения в регионе один из самых высоких в стране. Я инвалид второй группы. Пронфиальная астма. Поэтому я хожу в маске. Мало ли что. Как же. Надо обезопасить и себя, и людей. От коронавируса. Мнения разные. Но абсолютно правильно надо носить и защищать и себя, и окружающих, и близких, и родных. Рейды по масочному режиму будут проводиться до полного спада заболеваемости. Со следующей недели бригада проверяющих планирует усилить. К рейдам присоединятся и другие представители отрасли, в частности, члены общественного совета при департаменте транспорта города. Гульфия Савина, Дмитрий Мешканцов. События. В России за январь больше всего подорожали огурцы, картофели, макароны. Восстановить кредитную историю, испорченную во время пандемии, трудно, но можно. Число созданных иностранцами предприятий в России продолжило снижаться во время пандемии коронавируса. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Доллар сегодня вырос на 0,07% и стоит 76 рублей 25 копеек. Евро поднялся на 0,17% и торгуется на отметке 92 рубля 29 копеек. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки «Бренд» на лондонской бирже выросла на 0,65% и составила 56 долларов 7 центов за баррель. Стоимость биткоина – 33 838 долларов. В России за январь больше всего подорожали огурцы, картофель и макароны. Так, на 9,7% выросли цену производителей огурцов. Цена за 1 килограмм составляет 107 рублей. Картофель подорожал на 8,5% до 16,5 рублей. Помидоры на 3,8% и достигли отметки в 108 рублей. Морковь выросла в цене на 3,2%. За 1 килограмм теперь нужно заплатить 16,5 рублей. Увеличилась и стоимость макаронных изделий на 6,5% до 42,5 рублей. Мясо птицы, баранины и свинины выросло в цене максимум на 1,7%. Гречка на 1,8%. Кроме того, из-за подорожания морских перевозок в России также ожидается рост цен на бытовую технику – товары для дома, обувь и мебель. Цены на габаритные импортные товары могут увеличиться на 10-15%. Восстановить кредитную историю, испорченную во время пандемии, трудно, но можно. Банки понимают, что безответственное поведение по отношению к кредитным организациям – не всегда вина человека. Многие оказались в сложной ситуации из-за пандемии. У тех, кто начнет возобновлять работу своего бизнеса в условиях жесткого отношения со стороны банков, есть шанс восстановить хорошую кредитную историю и даже взять на себя новые финансовые обязательства. Банки учитывают поведение заемщика за последние несколько лет. Они могут не отказать в кредите, а скорректировать условия по залогам и ставкам, сделав их жестче. По мнению экспертов, сейчас банки будут выдавать кредиты с повышенной осторожностью. Связано это с ожиданием момента, когда повысятся доходы россиян. Число созданных иностранцами предприятий в России продолжило снижаться во время пандемии коронавируса. Причем тренд на снижение активности иностранных учредителей проявился на российском рынке задолго до пандемии. В прошедшем году число компаний с иностранными владельцами сократилось на треть. Было учреждено 1443 новых организаций. Однако исследование может иметь высокую погрешность. База данных ЕГРЮ, на которую опираются исследователи, не требует обязательного декларирования иностранного гражданства. Чаще всего бизнес в России открывают граждане Кипра, Белоруссии и Великобритании. Регистрация новых организаций ожидаемо замедлилась из-за высоких коронавирусных рисков. Новые игроки рынка не хотели разворачивать производство товаров и услуг в период нестабильности. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Самой популярной юмористической передачей исполняется 60 лет. В этом году Клуб веселых и находчивых отмечает свой юбилей. Дебютный эфир КВН состоялся 8 ноября 1961 года. В одно мгновение передача завоевала сердца миллионов телезрителей. Праздник отметят и участники Самарского движения КВН. На днях с командами нашего клуба встретилась глава города Елена Лапушкина. О настоящем и будущем Самарского клуба веселых и находчивых репортаж Ольги Павловой. Как эмоции от игры! Невероятный драйв, адреналин и бесконечный мозговой штурм. При помощи ярких и насыщенных видеороликов участники клуба веселых и находчивых открывают для зрителей жизнь юмористов на сцене и за кулисами. Один из самых юных участников Самарского КВН, ученик гимназии «Перспективы» Ян Игнатьев, еще в пятилетнем возрасте спортивным видом спорта предпочел игру в детской команде юмористов. Меня позвали туда совершенно случайно, просто посмотреть, буду ли я смешной. Я сыграла одну игру, мне это очень понравилось. Да, я ходила на футбол, но у меня просто не хватало времени на это. Представительница детской команды КВН 41-й школы Самары Ани Стрелковой-12, но она уже успела принять участие в создании юмористических и познавательных видеороликов, а также стать ведущей КВН на главной сцене Москвы. Было, конечно же, немного страшно, потому что никто не застракован от того, чтобы забыть текст на сцене. Я всегда настраиваю себя перед выступлением, что нет, я ничего не забуду, все пройдет гладко, прекрасно. И вообще всегда главное кайфовать от выступления, и тогда все обязательно получится. Несмотря на юный возраст, с главой Самары Еленой Лапушкиной ребята общаются по-взрослому, задают серьезные вопросы, шутят и хвастаются будущей поездкой за пределы родного города. Совсем скоро участники Самарского КВН отправятся на ежегодный международный фестиваль юмора. В этом году он пройдет с 11 по 22 марта в Сочи. Я сражена их непосредственностью, их артистизмом, совершенно спокойно себя чувствую достаточно во взрослой компании. Хорошие ребята. В нашем регионе движение КВН насчитывает порядка 4 тысяч человек. Это более 100 команд. В них входят школьники, студенты, сотрудники крупных предприятий губернии. За последние три года Самарское движение клуба совершило большой прорыв, сделав упор на развитие детских команд. Для того, чтобы стать участником клуба веселых и находчивых, нужно совсем немного. Нужно состоять в гармонии сначала с чувством юмора, а потом начать КВН, если ты школьник, прийти в школу свою, узнать, есть ли у вас команда КВН. Если нет, создать ее, либо создать самому, либо с помощью своих соратников, одноклассников и так далее. Затем необходимо попасть в городскую лигу КВН, отправиться на фестиваль в Анапу, выиграть и попасть в детскую лигу на федеральный канал, что и удалось студентам третьей гимназии Самары. И хотя ограничения, связанные с пандемией, немного спутали планы участников клуба, все репетиции, начиная с марта месяца, ребята проводили онлайн. Волю к победе, упорство и чувство юмора особенно отмечает глава Самары Елена Лапушкина и от души желает юмористам дальнейших достижений. Чтобы они в этом городе чувствовали себя дома, чтобы им было здесь уютно, чтобы им было здесь кому обратиться за помощью, с кем вместе порадоваться, чтобы они всегда находили ту площадку, на которой они выступали бы с удовольствием. Встреча участников Самарского клуба веселых и находчивых завершилась памятным фото с главой Самары и вручением Елене Лапушкиной годового сертификата на посещение всех игр КВН. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Научиться слышать заново при помощи новых технологий виртуальной реальности. Самарские ученые разработали уникальную систему диагностики и реабилитации, аналогов которой нет в мире. Как слабослышащим помогут Вера очки, узнала Лариса Шалафаст. Очки виртуальной реальности Вера Федоровна Дудко использует впервые. С возрастом женщина начала плохо слышать, приобрела слуховой аппарат, но пользоваться не смогла, было некомфортно. Лечащий врач предложила пройти диагностику с помощью нового комплекса, чтобы подобрать индивидуальные настройки. Ради того, чтобы слышать, пойдешь на все. Не страшно нисколько. Даже приятно было. Комплекс по реабилитации слуха – уникальная разработка самарских ученых. Аналогов ему нет в мире. Над комплексом специалисты трудились год. Все, что нужно для оценки слуховой реакции человека – VR-очки, специальная компьютерная программа и восемь колонок. Причем расположение каждой просчитано до миллиметра. Человек абстрагируется от текущей реальности, видит себя в неком другом мире, видит новые источники звука, может по ним понимать, что происходит. Мы однозначно можем вычленить понятные, известные для нас звуки социально-бытового подхода. То есть, допустим, если мы находимся в кафе, то это звук ложки-вилки, разговор официанты и подобные кейсы. Новый комплекс не только позволяет точно настроить слуховые аппараты, проводить диагностику тугоухости, но и может помочь в реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Наша задача – добиться, чтобы пациент мог в любых условиях, даже в шумной обстановке, среагировать на нужный сигнал и дать ответную реакцию. Новинка уже на вооружении самарских медиков. После апробации комплекс смогут использовать сурдологические центры не только в России, но и за рубежом. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Новокуйбышевский театр «Студия Грань» впервые за полувековую историю выступит в Самаре. На сцене театра оперы и балета состоятся два показа спектакля «Дракон». Произойдет это 30 и 31 марта. Напомню, театр «Студия Грань» был основан в 70-м году, когда режиссер Эльвира Дульщикова возглавила драматическую студию Дворца культуры Новокуйбышевска. Под ее руководством коллектив прошел путь длиною в 40 лет. С 2011 года художественным руководителем театра стал ученик Эльвиры Дульщиковой, актер и режиссер Денис Бакурадзе. С его приходом любительская студия стала профессиональным театром. В 2017 году «Корабль дураков», а в 2018 – «Король лир» стали лауреатами «Золотой маски» в номинации «Работа художника по костюмам». Спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца стал премьерой юбилейного 50-го сезона и был представлен в октябре 2020 года. В Самаре завершился городской этап чемпионата «Золотая шайба». Победители – призер высшей награды определились в финале хоккейного турнира. Кто получил золотые медали и путевку на областные соревнования, знает Лариса Шлафаст. На льду кипят недетские страсти. За звание лучшей борются команды «Чайка» и «Союз». Ребятам не больше 13 лет, но они уже играют как профессиональные спортсмены. Итог трех периодов – победа команды Красноглинского района «Чайка». Радость не только для меня как руководителя, как и для ребят, они просто счастливы. Игра получилась равная, напряженная. Я думаю, что нам немножко повезло побольше, но везет сильнейшим, и мы сегодня победили. Всего в городском этапе чемпионата «Золотая шайба» состоялось 28 игр. В нем приняли участие команды внутригородских районов в трех возрастных группах. Несмотря на пандемию, к соревнованиям юные спортсмены готовились ответственно. Хоккей интересный, красивый. То есть ребята знают, в какую игру они играют. То есть если сравнить с профессионалами, то есть занимают правильные позиции, отдают хорошие пассы. Вратарская подготовка очень хорошая. Победители и призеры соревнований получили медали, кубки и дипломы. Команда-победитель поборется за золото на областном этапе «Золотой шайбы», который пройдет в феврале. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Футболисты Крыльев Советов продолжают подготовку к весенней части первенства России. Самарские теннисистки в ожидании первого турнира «Большого шлема» в этом году. А хоккеисты ЦСКА ВВС неудачно начали серию выездных матчей в ВХЛ. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко и вы смотрите «Самарские новости спорта». Футболисты Крыльев продолжают готовиться ко второй части первенства России. Сейчас команда проводит сбор в турецком «Белеке». Сегодня волжане провели контрольный матч против клуба «Премьер-лиги» «Сочи». Соперники провели непривычный матч в два тайма по 60 минут. Самарцы уверенно победили 4-1. В составе Крыльев дважды отличился лучший бомбардир Иван Сергеев. Еще по голу на свой счет записали Владислав Тюрин и Юрий Горшков. В австралийском Мельбурне продолжают готовиться к «Австралиан Оупен-2021». Самарские теннисистки выступают на турнирах международной серии. Анастасия Павлюченкова вышла во второй раунд турнира «Яра Волей Классик». Она обыграла японку Мисаки Дой 6-1-6-4. А Дарья Касаткина в первом раунде турнира «Джипсленд Трофи» одолела румынку Михаэлу Бузарнеску 6-1-6-1. Хоккеисты ЦСКА ВВС провели очередную встречу в рамках ВХЛ. Летчики гостили у одного из лидеров первенства команды «Горняк» из города Учалы. В первом периоде команды обменялись забитыми шайбами. Во втором хозяева забили два безответных гола. Третий период начался с еще одной шайбы «Горняка». После этого армейцы пустились в погоню и смогли отыграть два гола. Но сравнять счет так и не смогли. Итог – поражение ЦСКА ВВС 3-4. Самарцы занимают 23-е место в лиге. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин